Флейта Флейта – это один из самых древних музыкальных инструментов. Достаточно взять тростниковую трубку и сделать в ней ряд отверстий. Вот флейта и готова. Чтобы понять, как работает флейта, сначала рассмотрим трубу, открытую с обоих концов. На концах трубы давление воздуха всегда близко к атмосферному. А внутри трубы столб воздуха может сжиматься и расширяться, как пружина. Когда воздух заходит внутрь трубы одновременно с обоих концов, давление в центре трубы повышается. Когда воздух выходит, давление понижается. График добавочного давления имеет вид полуволны. Вспомним теперь, что в звучащей струне могла укладываться не только одна полуволна, но и большее число полуволн. Также и в открытой трубе может укладываться не только одна, но также две, три и большее число полуволн. Вторая, третья и более высокие гармоники. Возьмем трубку длиной 20 сантиметров. Если 20 сантиметров это полуволна, то полная волна будет иметь длину 40 сантиметров. Посчитаем частоту звука с такой длиной волны. Делим 340 метров в секунду на 0,4 метра. Получаем частоту основного тона примерно 800 герц. Вторая гармоника будет иметь удвоенную частоту 1600 герц. А третья гармоника – утроенную частоту 2400 герц. Подуем на срез, сделанный на одном конце трубки, и посмотрим на спектр извлекаемого звука. И в самом деле мы видим главный пик на частоте 800 герц, а также пики меньшей высоты на двойной частоте 1600 герц и на тройной частоте 2400 герц. А что будет, если мы закроем трубку с одного конца? Спектр изменился. Старые пики исчезли, зато появились новые пики на частотах 400, 1200 и 2000 герц. Дело в том, что теперь изменения давления максимальны на закрытом конце трубы и минимальны на открытом. Поэтому в трубу укладывается 1 четверть длины волны, чему соответствует самая низкая частота в 400 герц, 3 четверти – это частота в 1200 герц, 5 четвертей – это частота в 2000 герц и так далее. Сделаем опыт с большой трубой, закрытой с одного конца. Ее длина равна 75 сантиметрам. Если в трубу укладывается 1 четверть длины волны, то полная длина волны будет равна 3 метрам. Разделим 340 метров в секунду на 3 метра и получим частоту основного тона в 113 герц. Дуть в такую трубу уже неудобно, поэтому для возбуждения колебаний воспользуемся динамиком. Включим его на частоте 113 герц. Он гудит совсем негромко. Поднесем динамик к открытому концу трубы. Слышите, насколько громче стал? Проделаем этот же опыт более тщательно. Динамик закрепим неподвижно на открытом конце трубы. На закрытом конце установим датчик громкости звука. Сделаем так, чтобы частота постепенно менялась от 95 до 125 герц. И построим зависимость громкости звука от частоты. Пиковая громкость достигается на частоте 114 герц. Когда частота колебаний динамика совпадает с собственной частотой колебаний воздушного столба. Теперь сделаем этот же опыт для третьей гармоники с пиком на частоте 340 герц. А теперь для пятой гармоники с пиком на частоте 560 герц. А теперь посмотрим на настоящую флейту. Отверстие, в которое дует флейтис, находится рядом с глухим концом трубки. Поэтому из флейты с закрытыми отверстиями можно извлечь и основной четвертьволновой тон, и все звуки с кратными ему частотами. Полуволновая гармоника на октаву выше извлекается достаточно легко. Такой способ называется передулом. Когда флейтист открывает отверстие, эффективная длина звучащего воздушного столба уменьшается, и звук становится выше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА